Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в это новое быстрое видео. Нашумевшая, не без участия Илона Маска, криптовалюта DoggyCoin была создана в 2013 году. Ее разработчиком на данный момент является сообщество, но также у DoggyCoin было два автора, Билли Маркус и Джексон Палмер. Про них мало, что можно найти на просторах Википедии, но нам это и не нужно. В сегодняшнем быстром видео я хочу приоткрыть завесу тайны и показать, что такое на самом деле криптовалюта. Ладно, шучу, я не буду утверждать, что это правда. Выводы делай сам. Джексона Палмера, одного из авторов DoggyCoin, можно найти в Твиттере, где он очень редко делится своими мыслями. В крайний раз из обвения его вывел Илон Маск, который балуется детищем Палмера DoggyCoin. Палмер тогда написал, что Маск является самовлюбленным аферистом. Впоследствии он удалил этот пост. Известно, что Палмер уже несколько лет не имеет никакого отношения к DoggyCoin, идейным создателем которого является. Также, по его словам, он не связан с криптовалютами. И, похоже, вопросы о его возвращении в криптовалюту доконали Палмера, так как сегодня он разразился целой веткой твитов. Скорее всего, они тоже будут удалены впоследствии, особенно если то, о чем он говорил, правда. Если это правда, Палмер очень сильно рискует. Ведь этим летом и так происходят достаточно загадочные и странные события. Я не буду озвучивать это. Скорее всего, цензура Ютуба просто-напросто заблокирует видео за такие слова. Но прочитай сам. Также в июне этого года пропали еще два криптоинвестора, основатели крупнейшей криптовалютной инвестиционной компании в ЮАР. Они пропали с биткоинами на миллиарды долларов. И самая нашумевшая новость о Джоне Макафе. Буквально 8-9 месяцев назад он писал, что если его найдут мертвым, то это будет не его вина. Так что очень странные события происходят. И Палмер предельно рискует, публикуя такое в Твиттере. Если это правда, конечно же. Криптовалюту контролирует мощный картель богатых людей. Таковы слова создателя Доги Коэна. Этот картель контролирует целую сеть, использующую связи продажных лидеров мнений и СМИ для своих целей. Создатель Доги Коэна называет криптовалюту худшим проявлением капитализма. Что ж, я нашел эту сетку твитов, которые до сих пор еще существуют. Давай прочитаем все до последней буквы, даже если это будет больно слышать. Но зато это будет прямо из первых рук. Информация из уст Джексона Палмера, без посредников. Напоминаю, я не буду утверждать, что все это правда. Это вполне может быть еще одной нападкой в сторону криптовалюты. Если Палмер говорит, что эта сеть богатых людей использует средства массовой информации и лидеров мнений для своих целей, то как мы можем быть уверены в том, что сам Палмер, будучи лидером мнений, а он лидер мнений, посмотри на количество лайков и репостов, не может быть использован все в тех же манипулятивных целях. Учитывая, что против криптовалют сейчас ведется чуть ли не целая компания, а такая версия тоже имеет право на жизнь. Давай прочитаем, что он пишет. Меня часто спрашивают, вернусь ли я к криптовалюте или хотя бы начну ли регулярно комментировать криптовалюту. Мой ответ искренне нет, но чтобы не повторяться снова и снова, думаю, стоит вкратце объясниться. После многих лет исследований я считаю, что криптовалюта по своей сути правая суперкапиталистическая технология, созданная для увеличения благосостояния ее сторонников за счет уклонения от налогов, бегство от регулирующих органов и искусственно созданного дефицита. Несмотря на заявление о децентрализации, криптовалютная индустрия контролируется мощным картелем богатых людей, которые со временем эволюционировали и включили в себя множество тех же финансовых институтов, которые интегрированы в существующую централизованную финансовую систему, которую они якобы намеревались заменить. Криптовалютная индустрия использует сеть сомнительных деловых связей, купленных влиятельных лиц и платных СМИ, чтобы увековечить культовую сеть быстрого обогащения, предназначенную для извлечения новых денег из наивных финансово отчаявшихся людей. Финансовая эксплуатация, безусловно, существовала и до криптовалюты, но крипта чуть ли не специально создана для того, чтобы сделать спекулятивную сеть эффективной для тех, кто находится наверху и незащищенной для тех, кто находится внизу. Криптовалюта – это как выжимка из худших проявлений капитализма, коррупции, мошенничества и неравенства, использующая программное обеспечение для ограничения технического вмешательства, например, аудитов, регулирования и налогообложения, которые традиционно должны защищать обычного человека. Потеряли пароль от своего кошелька – сами виноваты. Стали жертвами аферистов – сами виноваты. Миллиардеры манипулируют рынками – они гении. Не могу не добавить, что миллиардеры манипулируют не только крипторынками, так что получается все рынки скам. В наши дни даже самая скромная критика криптовалюты вызывает клевету от влиятельных фигур, которые контролируют эту отрасль, а также гнев розничных инвесторов, которым продали ложные обещания однажды стать таким же миллиардером. Добросовестные дебаты практически невозможны. По этим причинам я больше не стараюсь участвовать в публичных обсуждениях криптовалюты. Это идет вразрез с моими убеждениями, и у меня нет сил пытаться обсуждать это с теми, кто не может вступить в аргументированный диалог. Я аплодирую тем, у кого эти силы есть, чтобы продолжать задавать неудобные вопросы и выражать строгий скептицизм, которому должны подвергаться новые технологии. Новые технологии могут сделать мир лучше, но не тогда, когда они не связаны с присущей им политикой и социальными последствиями. Заканчивает Джексон Палмер свой монолог. Я нашел статью, в которой Палмер еще в 2015 году писал, «Я видел сборище людей, которые желали поскорее разбогатеть, а не инвестировать в развитие технологий». Так он комментировал свой уход из Доги Коэна и из криптовалюты. Возможно, его сегодняшние высказывания связаны с этим разочарованием. «Вся криптовалюта — это скам», — пишет Палмер. И я добавлю, абсолютно любой актив — это скам. Потому что в определенный момент истории того или иного актива может настать время, когда он не будет никому нужен. И логически соскамится. Это первое. Второе. Он говорит, что криптовалюта — это капиталистический инструмент для личного обогащения. Так разве и централизованная финансовая система не то же самое? Если мы хотим создать финансовую систему равенства и справедливости, чего, по словам Палмера, криптовалюта дать не может, ни один финансовый инструмент не способен это сделать. Даже крипта. Даже биткоин. И проблема далеко не в криптовалюте. Проблема даже не в централизованной финансовой системе. И даже федеральная резервная система тут вовсе ни при чем. Проблема в человеческой натуре, в природе человека. И вот в таком свете слова Палмера о том, что справедливые дебаты почти невозможные, очень, очень хорошо подходят. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok